Далеко не все жители многоквартирных домов довольны работой своей управляющей компании. За 2018 год в ГЖИ Ивановской области поступило почти 24 тысячи жалоб на деятельность УК. Ситуация сложная не только в нашем регионе. В связи с этим власти расширили перечень оснований, по которым управляющую организацию можно привлечь к ответственности. Самым основным нарушением это ненадлежащее содержание общего имущества, которое может повлечь в причинение вреда и здоровью нашим гражданам. Конечно, это только подтверждение решения суда. Также не заключение в течение 30 календарных дней договоров как с ресурсоснабжающими организациями, так и на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования. За грубое нарушение лицензионных требований управляшка может серьезно поплатиться. Неисправный лифт или крупная протечка, штраф до 250 тысяч рублей для должностного лица и 300-350 для юридического. Повторные нарушения могут послужить причиной для аннулирования лицензии. Я думаю, это будет их стимулировать к тому, чтобы они исполняли свои обязанности по управлению многоквартирным домом добросовестно. Потому что для нас самое основное это комфортное проживание наших граждан в многоквартирном доме. Чтобы люди не жаловались в госжилу инспекцию, а знали, что у них есть хорошая управляющая организация, в которую они могут обратиться, которая им поможет и сразу устранит все нарушения, какие есть. Впрочем, большие штрафы вряд ли помогут полностью решить жилищно-коммунальные вопросы. Эту позицию разделяет представитель Ассоциации управляющих организаций Михаил Дрюпин. Считаю, что данное постановление сделано однобоко, потому что у нас увеличены штрафы за грубые нарушения, но тем не менее не уменьшены штрафы за маленькие нарушения. То есть, что мы сейчас получим? Например, за негорящую в подъезде лампочку управляющая компания может заплатить 1300 рублей, что, допустим, хватило бы сделать в пятиэтажном доме один подъезд ремонт. Важно понимать, что каждый рубль, который управляшка отдала в счет штрафа, это деньги собственников. Да и полностью отремонтировать весь жилфонд на те средства, которые УК собирает с граждан, практически невозможно. А очередной штраф лишь отсрочит текущий ремонт кровли или фасада. С дома в месяц, допустим, управляющая компания получает от 60 до 100 тысяч. То есть штрафа не хватит, точнее дохода управляшки не хватит, чтобы оплатить этот штраф. Что дальше делать? Это приведет к разорению этих управляющих компаний. То есть на рынке начнутся какие-то непонятные схемы, чтобы уйти от этих штрафов. Я пока не вижу, что от ужесточения административной ответственности будет лучше нашим гражданам. Я думаю, что здесь этот однобокий подход надо было просто пока проработать. С 2015 года управляющим компаниям в регионе было выдано 243 лицензии. Ни одна из них не была аннулирована из-за ненадлежащего обслуживания дома. Получается, что все УК добросовестно выполняли свою работу? Откуда тогда 24 тысячи жалоб в ГЖИ? Но главное, помогут ли новые правила исправить ситуацию? Максим Серебряков, Денис Денисов, Антон Осипов, РТВ, Иваново.